Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. В сегодняшней программе я дам вам законы, управляющие возвращением Господа. Когда люди спорят о Вознесении Церкви или о пришествии Господа, они часто не могут сослаться на законы из пророчества, которыми я поделюсь с вами сегодня. Несколько лет назад я тщательно готовился к важному пророческому саммиту. Многие из вас знают, что мы проводим такой саммит каждый год в апреле. Один из членов Совета нашей Церкви, в отличие от меня, верит, что Вознесение будет не до скорби, а в ее середине. Когда я поделился с ним своими соображениями и с предсказанием, он сказал, «Ты первый, кто убедил меня в том, что Вознесение будет до скорби». Итак, я начинаю. Мы будем говорить о законе природы божественного порядка. Все вы знаете, что солнце восходит утром, луна ночью, не так ли? Весна, лето, осень, зима и никак иначе, потому что если бы сезоны перепутались, вы не смогли бы сажать семена. Все четыре сезона повторяются в божественном порядке по кругу. Мы не бодрствуем все 24 часа. Мы работаем днем и спим ночью. Божественный порядок. Если вы были в ночной смене и потом спите днем, вы все равно в божественном порядке. Также все семь еврейских праздников идут в божественном порядке. Итак, наступает весна, приходит Песох, затем на следующий день праздник опресников, и затем на следующий день праздник первых плодов. Потом, отсчитав 50 дней от пасхальной субботы, мы приходим ко дню Пятидесятницы. Затем проходит пару месяцев, и наступает праздник труп Роша-Шана. Это всегда и неизменно первый день седьмого месяца. И ровно через 10 дней приходит праздник Йом-Кипур, День Искупления. И всегда ровно через 5 дней приходит столь популярный для туристов в Израиле праздник Кущий. А теперь послушайте. Песох — это распятие Иисусом. Праздник опресников, Иисус в гробнице, в праздник первых плодов. Его впервые увидели живым, это первые плоды Вознесения. Пятидесятница — это деяние, 2 глава, с 1 стиха, рождение церкви. То, что придет после этого, придет в соответствии с божественным порядком. Мы с вами по-прежнему находимся в Эре-Церкви, все еще это Пятидесятница. Откуда я это знаю? Бог сказал, «Я изолью от Духа Моего в последние дни на всякую плоть». Мы все еще в этом периоде под названием Эра-Церкви. Павел назвал этот период временем благодати. «Мы, Церковь Иисуса Христа, по всему миру распространяем весть о спасении по благодати, чтобы люди могли войти в Царство Божие, покаяться, отвернуться от греха и следовать за Богом». Итак, Песох — это искупление Пятидесятницы. Это рождение церкви. Мы проповедуем на этой земле искупление кровью Агнца и излияние Духа Святого, то есть Пятидесятницу. В этом и есть послание церкви. «Покайтесь, креститесь, исполнитесь Духом». И тогда уже следуйте за Господом и служите Ему. А теперь послушайте. Абсолютно невозможно изменить этот Божий порядок, этот Божественный порядок. Следующим событием должны быть струбы. И после этого должно быть время искупления. И затем после этого должны быть кущи. Из этих трех искупления в какой-то степени уже имело пророческое исполнение, и остальная часть еще впереди. Я говорю о том, что следующим по очередности должны быть струбы. Если мы изучаем Ветхом Завице иудейские праздники, то видим, что целая глава посвящена Дню Искупления и прощению грехов. 25-я глава говорит о юбилейном годе. Но что касается праздника труб, то об этом говорится всего лишь в двух стихах. И это тайна. Павел писал, «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе». Говоря о празднике труб, Моисей даже не объяснил, зачем трубить в трубы. Вы понимаете? Он не объяснил, что когда будет праздник труб, вы должны трубить в трубы для этого, а в эти трубы для этого. Есть всего два стиха об этом. «Да будет у вас спокой, священное собрание, и в этот день вы должны трубить в трубы». И когда наступает праздник труб Рош-Ашана, это, кстати, и светский Новый год для евреев, в этот год трубят сто шафаров. Здесь интересны три факта. Первый звук трубы — это тот, что услышал Моисей. Он был громкий и долгий. Исход 19-я глава. Господь сошел на гору, а Моисей поднялся к нему. Это та же первая труба. Если вы утверждаете, что церковь будет на земле во время скорби, то вы упускаете искупление. Потому что приход Господа — вознесение, и потом искупление, что означает скорбь. Потому что день искупления — это суд для грешников. А праздник Кущий — это царство, когда Иисус вернется, чтобы править одну тысячу лет. Нельзя праздник Кущий делать нашим следующим праздником. Мы находимся в Эре Церкви, во дне Пятидесятницы, в крещении Святым Духом. Но после Пятидесятницы проходит несколько месяцев, и наступает праздник труб. Мы еще не там. Мы еще не слышим трубный звук. И так же мы живем не во время открытия печати Книги Откровения. То, что мы видим вокруг, совсем не так плохо, как то, чему должно быть. Если бы сейчас открывались печати, получается, мы бы благоденствовали посреди открытия печати суда. Это всего лишь мысли людей, но не обязательно библейская истина. Согласно порядку еврейских праздников, следующим должен быть праздник труб. И только потом настанет время скорби. И только потом будет тысячелетнее царство. Поэтому, согласно закону божественного порядка, следующим после Эры Церкви должен быть праздник труб. И я покажу вам это в Книге Откровения. В первой главе Иисус появляется как первосвященник, и через Иоанна передает послание семи церквям. В то время все эти семь церквей действительно существовали. Иоанн участвовал в их насаждении, поэтому для него они были особенными. Во второй и третий главах Откровения мы видим послание семи разным церквям из Эфиеса, из Смирны, из Фиатира и так далее. Как только заканчивается послание Седьмой Церкви, образы в книге меняются. С первого стиха четвертой главы Иоанн вдруг говорит, что он услышал голос, словно звук трубы, говорящий ему «поднимись наверх». Он в духе оставил эту землю, оставил остров Патмос, где писал книгу Откровения, и вдруг он оказался у престола небес, где восседает Агнец Божий. Вторая и третья главы Откровения описывают семь разных периодов церковной эры. Исследователи Библии говорят об этом веками. Когда он обращается к церкви в Лаодике, он называет их теплыми. Они не горят для Господа. Разве не похоже это на современную церковь? Когда хочу, тогда и хожу в церковь. Средний христианин в США посещает церковь дважды в месяц. При этом он выбирает из трех церквей, куда пойти в этот раз. Прямо ярмарка. Выбирает церковь себе по вкусу. Не христианство, а цирк какой-то. Итак, Бог обязательно соблюдает свой божественный порядок. Я записал второй закон. Это закон природы периода скорби. Вы должны понять цель великой скорби, и тогда вы поймете, почему люди, рожденные свыше и праведные, будут избавлены от дня гнева. Давайте посмотрим, как в Исаии, 13 главе, перечисляются негативные причины для Божьего гнева. Здесь сказано, для чего все это. Чтобы истребить грешников с земли и наказать мир за все зло. И 11 стих 13 главы Исаии говорит, «Положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность». Откровение, 20 глава, 2 стих. «Взять дракона, сковать древнего змея». И также в книге Откровения мы читаем о ярости Агнца. По прошествии первых 42 месяцев скорби, то есть после ярости Агнца, мы видим фразу «Божий гнев». Рассмотрим слово «гнев». Послушайте, что говорится в этих стихах. Книга пророка Наума, 1 глава, 2 стих. «Мститель Господь и страшен в гневе». Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Он припас мщение врагам на день гнева. Об этом говорится и в послании к римлянам 1 главе. «Посмотрим этот стих». Римлянам 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие». Здесь ни слова говорится о церкви, ни слова о верующих. Первое послание Фессалоники, 5 глава, 9 стих. Это один из наших любимых стихов. «Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа». О чем говорит этот стих? О том, что если вы обрели спасение в Сыне Божьем, вы избежите грядущего гнева. А теперь посмотрим Луку, 21 главу. «Молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Если бы не было возможности избежать гнева Божьего, Иисус не просил бы нас молиться об этом. У Луки четко описывается, какого гнева мы можем избежать, если будем бодрствовать и молиться. Молодец, проповедник, продолжай в том же духе. Итак, смотрим Откровение, 3 главу, 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушания, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Итак, о чем этот второй закон о природе скорби? Гнев Божий предназначен не для праведных. «Праведные не вызывают гнева Божьего своими действиями». Вы понимаете, о чем я? Подумайте об этом. Если вы праведны, то вы не провоцируете гнев Божий, поэтому вам не нужно быть здесь, когда будет изливаться Божия ярость. Библия говорит нам, что гнев Божий будет направлен на нечестивых. Что, быстро говорю? Зато мы все успеем. То есть, если вы следуете за всемогущим Богом и верно служите Ему, то вы уже не под гневом Божиим. Божий гнев предназначен для нечестивых. Это приводит нас к выводу, что скорбь наступит уже после того, как Господь придет, чтобы забрать праведников. Он и зальет свою ярость на нечестивых. Я хочу сказать кое-что о церкви, потому что многие верят в то, что церкви предстоит пережить первую половину скорби. Я не спорю с этими людьми. Люди вольны верить, как им угодно. Но послушайте, в 7 главе Откровения мы читаем о 144 тысячах иудеев, которых Антихрист не посмеет коснуться. И в 11 главе Даниила мы читаем об Антихристе «И спасутся от руки его только Едом, Маав и большая часть сынов Омоновых». Это теперешняя территория Иордании. Написано, что они избегут Антихриста. А почему? Потому что в Иордании расположено Петра. Остаток Израиля должен убежать в пустыню. Как пророчествовали пророки Ветхого Завета. Мы читаем об этом в четырех местах. Бог убережет их там от времени скорби. Итак, если иорданское правительство предоставит убежище и избегут скорби 144 тысячи, то как же мы говорим, что остальная церковь будет проходить с первую половину скорби? Получается, 144 тысячи иудейских старцев будут иметь на себе печать Бога, а нам скажут «Извините, но вам не так повезло». Поэтому вам предстоит пройти через то, что за веру вам будут рубить головы. Многие любят говорить о том, что церковь не такая, как должна быть, поэтому нам нужно рубить головы, наша кровь нас искупит. Послушайте, ваша кровь ничего не способна искупить. Только кровь Агнца сможет спасти и сохранить нас от Божьего гнева. На это способна только кровь Агнца, а не мои усилия и жертвы. Я могу просто посещать церковь и верить в Господа, но именно кровь Иисуса спасает меня и дарует искупление. Многие хотят навязать нам зарабатывание спасения своими делами. Итак, третий закон, хотя нет, я лучше сразу перескочу на четвертый, чтобы мы успели охватить самое важное. Сразу говорю, не пишите и не спрашивайте, что было третьим законом. Мой секретарь вообще не в курсе всего этого. Он будет в шоке. Итак, четвертый закон — это закон одоления. В Евангелии от Матфея, 16 главе, 18 стихе, «Иисус сказал на тём камне, я построю церковь мою, и врата ада не одолеют её». Вот это слово — «одолевать». Бог дал Иисусу и церкви власть одолевать сатану. Он дал Иисусу ключи от ада и смерти. И Он говорит нам, верующим людям, что Он даёт нам такую же силу и власть наступать на всю силу вражью и одолевать её. Поэтому верующим дана власть. Это сила одолевать. Ад не может одолеть тело Христова. Церковь и мы — это часть этого тела. Ад у нас не одолеться. Поэтому если мы говорим, что Бог позволит врагу прийти и одолеть церковь, мы противоречим сказанному. Кто-то приводит 7 главу Даниила, где сказано, что Антихрист объявит войну святым. Но в данном контексте святые — это люди, живущие в Иерусалиме. Ангел ясно говорит, что здесь речь не идёт о спасённых язычниках. Под святыми здесь подразумеваются именно люди, живущие в Иерусалиме, в Израиле. Это относится к тому времени, когда Антихрист попытается ещё раз навсегда уничтожить еврейскую нацию, еврейский народ. И у меня есть новость для Антихриста. Мы уже знаем, чем всё это закончится. Он проиграет, вот и все дела. Пусть себе пытается, у него всё равно ничего и не выйдет. Итак, я приступаю к пятому закону. Наверное, на сегодня это последнее, о чём мы будем говорить, хотя я написал целых семь законов. Только не нужно мне писать и выспрашивать, а что, там ещё были какие-то законы? А что это вообще за законы? Хорошо. Пятый закон. Избежание гнева. Ной построил ковчег, чтобы избежать с потопа. И вот что интересно. Мы обсуждали это в самолёте по пути сюда. Это Бытие, 19 глава. Перед тем, как уничтожить Содом и Гоморру, ангел Господень пришёл в то утро к Лоту и сказал, «Поспеши и выйди из города, потому что мы ничего не можем сделать, пока ты не оставишь город». То есть ангел сказал, что придёт Божий суд на эти города, но мы не сможем их уничтожить, пока город не покинет праведник. Я называю это законом, по которому мы избежим гнева. Прямо здесь, в Иерусалиме, Иеремия пророчествовал вавилонское пленение. Но когда это исполнилось через 40 лет, Иеремия была позволена остаться в этой земле, потому что в Вавилоне не сказали, этот человек предсказал, что мы пленим Израиль, и они позволили ему остаться. Вы помните, как Бог велел Иеремии купить землю, чтобы была купчая запись, которая впоследствии докажет, кому принадлежит эта земля? О, я чувствую сейчас помазание. И ещё один стих по пятому закону, это Иезекииля, 14 глава. Бог говорит, «Если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на неё ярость мою, если бы нашлись в ней ситри мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души. Они не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своей они спасли бы только свои души». А теперь послушайте, что было сказано об Иове. Иов был непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. А теперь смотрите, что сказано о Ное. Ной был человек праведный и непорочный. Ной ходил пред Богом. Даниила, 1 глава, 4 стих. Даниил был непорочен и пригоден ко всякой науке. У них была одна общая черта — праведность. Все три были послушны Богу. Но в книге Иезекииля ясно говорится, что если бы Бог послал свои суды, а это по сути те же суды, что и в книге Откровения, меч, голод и прочее, все эти суды перечисляются в 14 главе книги Иезекииля. Бог говорит, что если бы Он излил ярость Свою на землю и нашлись в ней Ной, Даниил и Иов, то они Свою праведностью спасли бы только свои души. Своих дочерей и сыновей они спасти бы не смогли. И это важно. Вы должны сами служить Богу, а не полагаться на то, что вера ваших родителей вас вытянет. Вот. Помню, мне было 11, и подростковый проповедник в черном пиджаке говорил нам, «Если бы сегодня Господь пришел за Своей церковью, и вы, подростки, попытались бы схватиться за одежду своих верующих родителей, то, поверьте, ваша рука соскользнула бы, и вы упали бы на землю». Мы аж затряслись там на месте прям. Вот такой был мой первый призыв к покаянию. Я помню, что испугался не на шутку, когда он вот так вот говорил в микрофон. Я затрясся. Я хочу сказать вам, что в законах, управляющих возвращением Господа, мы видим тени Ветхого Завета, потому что еврейские праздники и их божественный порядок открывают нам очередность его возвращения. Когда говорится о гневе Божьем, не имеется в виду, что он должен будет излиться на людей, имеющих Божью праведность. В девятой главе Иезекииля написано, что Бог послал в Иерусалим своего ангела, чтобы тот сделал печать на челах тех, кто возвышает голос против нечестия Иерусалима. Бог намерен их спасти. Ангел отделил праведных в Иерусалиме от нечестивых. Он поставил на них печать Бога. В седьмой главе Откровения говорится о 144 тысячах иудейских старцев. Они имели на себе Божью печать и были защищены от скорби. Это точная картина того, что было до Вавилонского плена в книге Иезекииля. Библия говорит, что мы запечатлены обетованным Святым Духом. Когда вы спасены и течете в потоке Духа и в силе Слова, вы имеете уровень защиты от Бога, который гарантирует вам, что вы избежите грядущего гнева. Бог не предназначил вас на гнев. Мы сейчас находимся в Иерусалиме. Сегодня чудесный ясный день. За мной Елеонская гора, Мертвое море и также долина Кедрон. Все это святой город. Должен отметить, что когда я приехал сюда впервые в 84-м году, многих из этих зданий еще не было. Был только старый город. Но за это время Иерусалим разросся. Библия говорит, «Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей». Пару лет назад Гленн Джеффри подметил, что город разросся в семи разных направлениях. Вы бы видели, как разросся Вифлеем? Кто мог об этом мечтать? Иисус вернется и сможет на сей раз остановиться в шикарных апартаментах в Вифлееме. Мое время подошло к концу. У нас для вас есть особое новое предложение. Да благословит вас Господь, никуда не уходите. Наше специальное предложение очень важное. Сейчас книга «Откровение» или «Апокалипсисом» интересуется столько людей, как никогда ранее. Люди говорят, а есть ли это в книге «Откровение»? Есть ли там вирусы, землетрясения, саранча? Является ли все это частью последнего времени, о котором говорили проповедники? И ответ на это — да. У меня в руках сборник из семи DVD. Не просто дисков, а DVD, на которых находятся таблицы, карты, писания и подробности. Это исследование книги «Откровение» от первой главы и до «Аминь» 22 главы. Вот название некоторых DVD. Код апокалипсиса и небесный храм, «Небесный тронный зал», «Священство и начало скорби», два свидетеля, «Бема», «Дракон и царство зверя», вот еще один «Исламский антихрист», «Лже-пророк» и «Империя зверя». Еще один DVD называется «Загадочная метка три шестерки». «Загадочная женщина и тайна Вавилон». Вот чудесный диск. «Тысячелетний код», «Тысячелет правления Христа царя». Еще один диск называется «Когда сатана будет связан, а небеса спустятся на землю». «Мне понадобилось несколько лет, чтобы подготовить все это, исследовать греческие слова, исторические моменты и учения первых отцов». «Вы получаете учение библейской школы на DVD». «Я хочу, чтобы вы получили код апокалипсиса по особой цене». Не забывайте, что это 7 DVD и 15 часов учения. Он доступен вам по цене в 75 долларов. Вы получите набор в чудесной коробке. Кроме того, вы получите дополнительный DVD. В итоге у вас будет 8 DVD. Вы можете зайти на наш сайт, позвонить по номеру, который видите на экране, или написать мне на почтовый адрес, который также на экране. У этого предложения есть номер, и вы должны написать его, чтобы мы знали, что именно вы заказываете. Опять же, мы высылаем этот набор за пожертвования в размере 75 долларов или больше. Мы используем эти деньги только на служение. Вы многое узнаете. Будьте готовы. Я Брайан Катшелл, и сегодня я заменяю Перри Стоуна. Я знаю, что вам понравилось это удивительное учение о том, почему некоторые христиане выступают против Вознесения. Это хороший вопрос. Я не знаю, зачем кому-то, кто читает Библию, выступать против Вознесения Церкви. Лично я с нетерпением жду Вознесения. Это одна из тех вещей, которая видна во всей Библии. Это не событие, а шаблон, который мы видим в бытие, начиная с Еноха и далее к Илье, пророкам, Иисусу. Это удивительное событие, которого ждем мы все. Я знаю, что вам понравилось это учение, которым Перри делился на Елеонской горе. Именно туда Христос вернется во время Второго пришествия. Это был чудесный день для изучения Слова Божьего. Я знаю, что вам понравилось. Кстати, если вы любите подобное учение о последних временах, то вам понравится наше предложение месяцем. Мы предлагаем сборник, раскрывая код апокалипсиса по скидочной цене. Этот сборник посвящен Книги Откровения. Если вы хотите лучше понять Книгу Откровения, то вам нужен этот сборник. Следите за информацией на экране, чтобы узнать больше о нем. Вскоре у нас будет тур по Израилю. Если вы любите Израиль и любите подобные учения, то вам стоит записать эту информацию. Мы расскажем вам о том, как присоединиться к Перри в Израиле в 2020 году. Сейчас в мире карантин. Это время ожидания, тревоги, в котором тяжело заглянуть в будущее. Но я верю, что Божье Слово ведет и направляет нас в подобные моменты. Хоть мы и не можем заглядывать наперед, мы знаем, что Бог рядом, что Он ждет нас, что Его благословение рядом. Все это готовит нас к удивительным событиям в этом мире. Я имею в виду прежде всего пришествие Господа и пробуждение на нашей земле. Я верю, что это время напряженной молитвы, которое принесет нам пробуждение. Я жду хорошего и чудесного впереди. Я верю, что слава Божия явится по всему миру. Уверен, вы тоже. Если вы хотите получить больше наставлений, то я советую вам посетить сайт ISO Международные школы слова. Заходите на наш сайт, и вы найдете много удивительных ресурсов. Пусть Господь благословит и сохранит вас. Пусть Он осенит вас и даст вам сил в жизни. И когда вы будете проводить это время наедине с Богом, не забудьте помолиться за наше служение. А мы, в свою очередь, будем и дальше молиться за вас и за другие служения. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы больше узнать, а также зарегистрироваться заранее. Продолжение следует...